Морские пейзажи России В городской картинной галереи открылась новая выставка. Подростки больше часа согревали сбитую машиной собаку. Кто помог собаке Машке и как произошла история, которая стала известна городу за счет социальных сетей. В февральские снегопады в этом году по количеству выпавших осадков побили рекорд почти 50-летней давности. На протяжении нескольких недель в Красноармейске идет напряженная работа по уборке дворов и улиц от снега. По словам начальника отдела городского хозяйства Олега Кораблева, задействована вся имеющаяся техника. Это четыре трактора, две КДМ и два погрузчика. Управляющие компании привлекают дополнительную технику. В связи со сложной ситуацией Красноармейск в начале прошлой недели посетил секретарь Полицсовета партии «Единая Россия» городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. О цели его визита и ходе работ по уборке снега нам рассказал глава города Александр Федоров. В рамках исполнения поручения губернатора по очистке дворовых территорий от снега наши службы и городские, и управляющие компании проводят уборку дворовых территорий. И как раз в рамках исполнения этого поручения Максим Владимирович приехал посмотреть, как это осуществляется. Сейчас губернатором он назначен ответственным на территории трех округов за исполнение его поручений, и с этим был связан его визит. Мы сегодня вышли на двор Чкалова, 5-9. Вы видите, производится уборка и игровых площадок, и входных групп, и проездов. Вывоз осуществляется снега для места складирования. Александр Борисович, понятно, что в этом году снега много, и сразу все убрать очевидно, что не получится. Но все-таки какой-то алгоритм должен быть? Да, мы последовательно работаем, опять же говорю, совместно с управляющими компаниями. У нас план 10% дворовых территорий в день, очистка. В связи с тем, что в городе 57 дворовых территорий, соответственно, где-то получается 5-6 дворов в день мы стараемся делать. На сегодня мы уходим еще и в северную часть города, и так постепенно, должны за 10 дней все дворы очистить. Хватает сил техники? Ну, с этим проблемой. Управляющая компания привлекает дополнительные технические средства. Мы же понимаем, что это аномальная такая ситуация. Мы перебили рекорд 73-го года по количеству выпавших осадков. И, соответственно, просто физически ни управляющие компании, ни городское хозяйство не готово. И дозакупать технику тоже нерационально, потому что в следующие годы могут не показать такого объема. И она просто будет проставить. Поэтому сейчас стараемся максимально качественно исполнить поручения. Но, надеюсь, все жители будут довольны. Работы по расчистке города от снега продолжаются в праздничные дни. Глава города Александр Федоров лично контролировал, как они проводятся. А теперь об этих и других новостях. Более подробно вы смотрите новости Красноармейска в студии Юлия Репина. Здравствуйте. Возведение 12-этажного дома на улице Краснофлотской – это масштабный проект, который проводится в рамках программы губернатора. Сотрудники компании застройщика представили проект будущего дома и рассказали будущим жильцам о планировке. Строительство многоэтажного дома на улице Краснофлотской должно начаться уже в апреле. Порядка 300 квартир будет выделено под переселение жителей из 20 аварийных домов Красноармейска. Заселение ждут более 600 человек. На земельном участке площадью 10 тысяч квадратных метров планируется возвести 12-этажный дом с четырьмя подъездами. Детали проекта будущего дома обсудили в администрации вместе с жителями и представителями компании застройщика «Гальчина». Сегодня хотелось бы, чтобы представители застройщика рассказали нам о своих планах, ответили на самые основные вопросы, которые волнуют жителей, которые задаются нам на каждой встрече. Это сроки исполнения контракта. И самое главное – квартирограмма – это краеугольный камень нашего сотрудничества. И весь вопрос в том, что по нашей квартирограмме квартиры у жителей не только трехкомнатные или двухкомнатные, но также квартиры или помещения комнаты небольшой площади. И таких помещений на общую площадь 1740 квадратных метров. То есть, если предыдущий подрядчик компании «Монолит» категорически сказал, что они за свои средства или за какие-то другие привлеченные средства не будут строить эти дополнительные метры, и жители переедут из своей 12-метровой комнаты в такое же 12-метровое помещение, то сейчас установка другая. Вопрос с областью решается и решается успешно. И сейчас квартирограмма делается на увеличенную площадь на 1740 квадратных метров. То есть, это позволяет надеяться, что владельцы комнат площадью 12-18 квадратных метров получат не комнатки, а получат полноценное жилье площадью не менее 28 квадратных метров. По словам заместителя генерального директора Славика Галстяна, компания «Гальчина» работает на строительном рынке более 10 лет. Есть успешные реализованные проекты в Домодедове, Москве, Долгопрудном. Для проектирования Дома в Красноармейске была привлечена организация «Моспроект номер 7». Оперативно включились в эту работу совместно со страной администрации. Полная поддержка. И для этого мы успешно так идем. И уже где-то 15 марта мы проектную документацию, наверное, уже сдадим на экспертизу. Немножко и очень надеемся, что в апреле месяце мы выйдем на площадку, как только там будет возможно, для перекладки коммуникации, которая идет по этой площадке. То есть получим специальный ордер, чтобы подготовить площадку, когда у нас будет разрешение на строительство, чтобы уже начинать не терять летний сезон. Мы планируем, хоть и финансировали, нам озвучили, что будет три года, но мы планируем построить их за два года. То есть конец 2022 года мы планируем эти донусы дать экспортацию. 2022? Да. По словам проектировщиков, перед ними стояла непростая задача – вписать в существующую застройку указанные площади плюс еще дополнительный процент коммерческого назначения. Получилось только-только вписаться в пределы этого участка. С учетом проездов, с учетом инсоляции, причем как существующие застройки соблюдения действующих нормативов, они в 17-м году, как известно, изменились, так и с учетом нового проектированного строительства. Это удалось. Скажу сразу, что было очень непросто. Поэтому форма дома, она такая, скажем, сложная. Проектировщики приняли решение отказаться от балконов в пользу увеличения жилой площади квартир. А для хранения колясок, велосипедов и прочего в подъездах предусмотрены специальные помещения. Кроме того, путь к лифту для мам с колясками и инвалидов максимально упрощен. Жителей интересовала планировка квартир и их отделка. Выяснилось, что все квартиры под переселение будут оборудованы сантехникой, электроплитами, на полу будет ламинат, в санузле и кухне плитка, на стенах обои, все межкомнатные двери тоже будут установлены. Многие жители, которые присутствовали на встрече, переселение ждут десятилетиями. И поверить, что через пару лет они смогут справить новоселье, пока им сложно. Но встречу, которая прошла в администрации, считают полезной. Конечно, ждем с нетерпением. Самое главное, чтобы все это было, как сказано было, так оно, чтобы было. Как сегодняшнюю встречу оцениваете? Вы знаете, полезная, конечно. И почаще надо проводить встречи с жителей, с застройщиками. Вот я считаю так. Потому что хотя бы, чтобы не было это голословно, не было это через какие-то слухи, чтобы люди узнавали какие-то новости по строительству. Я считаю, что все-таки должно быть. Конечно, обязательно. У вас какой-то вопрос был? Получили ответ? Нет, получила. У меня, допустим, двушка 64 метра. Значит, я понимаю, что я могу рассчитывать на трехкомнатную квартиру. Сегодняшняя встреча для вас стала полезной? Что-то узнали? Вы знаете, просто как-то до мурашек. Приятно. Потому что не верится и какая-то радость. Приятно это слышать. Как-то вот будет чудесно, если она в 22-м будет в этот дом, хотя начнут строиться. Но это такое доверие к этой строительной компании. И для нас это такое удивление и радость. Строительство дома на Краснофлотской будет проводиться в рамках государственной программы. Из областного бюджета на эти цели выделено около 700 миллионов рублей. И сейчас в администрации Красноармейска решают вопрос, чтобы завершить строительство со значительным опережением срока. Депутат Московской областной думы Александр Легков провел встречу с активом Городского совета ветеранов. Он рассказал о реализованных проектах на территории городского округа и планах на этот год. Подробности далее. Порядка трех тысяч человек объединяет Совет ветеранов Красноармейска. В прошлом году Совету было выделено новое помещение по адресу проспект Испытатели 25-2. Здесь на прошлой неделе с активистами ветеранского движения встретился депутат Мособлдумы Александр Легков. Поскольку встреча проходила в преддверии праздника Защитника Отечества, Александр пришел не с пустыми руками. Председателю Совета ветеранов депутат передал микроволновую печь, а также несколько упаковок медицинских масок. Ветераны устроили радушный прием гостю. Внимательно выслушали о том, что было сделано в Красноармейской предподдержке Мособлдумы. Это и установка нового ограждения в детском саду Родничок, и асфальтирование территории детского сада Белочка, проведение подготовительных работ по созданию площадки будущего легкоатлетического ядра на базе гимназии номер 6. Также Александр Легков рассказал о предстоящем капитальном ремонте старейшего в городе детского сада Светлячок. Ветераны не стеснялись задавать вопросы, в том числе и личного характера. Мы вас видим на телевидении в качестве комментаторов. Да, да, да. Но если вам интересно, могу сказать, что это случайно произошло. Я в любом случае, я был на одной встрече, связанной там, попросили меня приехать пообщаться, помочь им по рекламе, но не суть просто. Попросили лицом быть одной историей. Я к ним приехал переговорить на эту тему, и мне позвонили с Мачтвей и говорят, Саша, есть такая вот возможность у нас. Если бы я не хотел вам помочь, немножко поучаствовать в качестве комментатора, я им сказал, да-да, давайте рассмотрим, но попозже мне перезвоните. В принципе, я не против, если будет свободное время, выходные, я могу там где-то кого-то заменять, замещать. И пока общался на этой встрече, вышел оттуда, думаю, позвоню, скажу, что, наверное, не час, когда смогу это сделать, потому что времени нет. И так их дома это у меня не видит. Плюс еще выходные, все просто терять. И, ну, получилось так, что пока я думал позвонить, когда я подкрыл интернет, уже везде было написано. Я понял, что ладно, приходится отбрегаться, вот, но, опять же, да, любимое дело – это тоже определенное развитие, не зона комфорта, где нужно много говорить, много читать, много знать, как говорить. Интересовались ветераны и спортивной карьерой. По словам Александра, он продолжает тренироваться, но на чемпионат мира по лыжным гонкам поедет уже не как спортсмен, а как комментатор. Вспомнили и олимпийскую гонку, которую Александр выиграл в 2014 году, 23 февраля. В целом, встреча получилась неформальной и очень доброжелательной. Александр подчеркнул, что ни в коем случае нельзя игнорировать советы людей пожилого возраста. Их большой жизненный опыт зачастую бывает полезным в решении современных задач. История о доброте, которая быстро разнеслась по городу. Двое подростков спасли сбитую машиной собаку. Мы встретились с ребятами и поговорили о том, как с помощью неравнодушных людей удалось спасти собаку Машку. История о настоящей доброте и героизме, которая произошла в Красноармейске 11 февраля, уже многим стала известна в социальных сетях. Житель города Дмитрий Павлов рассказал на своей странице ВКонтакте о детях, которые спасли сбитую машиной собаку. Вот на шести секундах я вот здесь вот остановилась, а ее, получается, сбили посередине. Ну, я закричала и побежала вслед за ней. Ее, получается, сбили, и она под машину с ума залетела. Ну, я начала кричать, Маша, нет. Начала хлопать ей, чтобы она не отключалась, просила помощи. Ну, все проходили мимо. Свете Хохлова и Саше Максимовой 12 и 13 лет. Машка, так дети назвали любимицу, давно знает девочек и часто сопровождала их на прогулках. В тот вечер они вместе переходили дорогу на светофоре. Дети успели дойти до другой стороны улицы, а вот Машка нет. По словам очевидцев произошедшего, водитель легкового автомобиля проехал на красный, сбил собаку, которая шла за детьми, чудом не задел пешеходов и скрылся. Света и Саша бросились на помощь животному. Машка была жива, но не могла двигаться. Брат девочек Сергей Первым оказался на месте. Я сорвался, побежал моментально. То есть я не смотрел, что мне будет самому плохо или больно. Мы пытались кое-как-то ее и так, и эдак, пододвинуть или хотя бы подтащить. Нам потом помогал еще один человек, он прохожий был. Но он помог доску подогнать. Но когда нам подошел один молодой человек с автобуса, так, с первого, в очках, спасибо ему тоже, от меня благодарность большая. Он ее помог за подмышки, взял как-то, и аккуратно подтаскивал к этой доске. Не испугавшись мороза, дети сняли с себя куртки и пытались согреть собаку, пока не подоспеет помощь взрослых. Так они провели больше часа. Именно в таком виде Дмитрий увидел детей, не прошел мимо и помог ребятам спасти Машку. Смотрю, здесь, на этом месте, стоят ребята, двое детей, оба без курток. Один мальчишка-сережка как раз в рубашке был, а девочка в толстовке стояла. Я подошел, народу много, это уже час пик уже с работы, и все мимо идут, никто даже внимания не обращает. Поразило равнодушие наших жителей, красноармейцев, которые, проходя мимо, даже не обращали внимания. Просто, ну, то, что дети стоят, да, вот в такую погоду, в морозную, дети стоят мерзлые. Подогнал машину, остановился здесь, говорят, идите грейтесь, погрейтесь, ну, чтобы не замерзли. Они говорят, нет, собаку не оставим, вот они постоянно ее гладят, от нее не отходят. Я пока обзванивал, значит, красноармейские ветклиники, с просьбой, чтобы, ну, может, за врачом доехать, или чтобы есть мобильная бригада какая-то, чтобы собаку обкололи, я ее сам на своей машине заберу и говорю, привезу в клинику. Говорю, только сделайте обезболившись, потому что собаку взять было невозможно. Везде отказали. Вот, потом уже, когда Наталья подошла, старшая сестра этих ребят, она дозвонилась в клинику в лесной, где эту собаку стерилизовали. И они согласились подождать нас, ну, не уйдут домой до тех пор, пока мы не приедем. Машку привезли в ветеринарную клинику Бимка, где ее вылечили. Собака провела там неделю, и дети приезжали ее навещать. Благодаря доброте этих людей история не закончилась трагедией. Но действиям водителя автомобиля участники событий дали другую оценку. Ну, я не перестаю как бы утверждать, что это трусость, что водитель проявил элементарную трусость. Автомобиль получил характерные повреждения, то есть был разбит бампер, значит, удар был сильный. Теперь Машка находится под опекунством приюта Бубасти, который находится в Пушкинском районе. Она здорова и в безопасности, но могла бы, как и другие питомцы приюта, стать чьим-то верным другом и частью дружной и любящей семьи. В период пандемии режима самоизоляции нуждающимся жителям помощь оказывали волонтеры. Самых активных из них наградили. Подробности в нашем сюжете. Неоценимую помощь жителям Красноармейска в период режима самоизоляции оказали волонтеры. Они помогали нуждающимся в доставке продуктов и лекарств, выгуливали собак, выносили мусор, решали другие бытовые проблемы. В пятницу, 19 февраля, в городском дворце культуры в их честь устроили торжественный прием. Рад вас всех приветствовать. Все же было сказано. Я только хотел бы добавить, что выходите с нами на связь, приезжайте к нам на комитет, в Мособолдуму по волонтерству, по добровольческой деятельности. Много вопросов и много решений у нас по этому поводу. Так что мы вас всегда ждем. И если у нас будут какие-то комитеты проходить, мы будем вас с удовольствием приглашать. Но это к слову. А так присоединяюсь ко всем поздравлениям. Спасибо большое. Как говорится, мир не без добрых людей. Это самое основное, самое плечевое, потому что всегда отмечалось, везде и всегда, и так же, как я выступал на соревнованиях, что у русских, российских людей самое большое сердце. И это однозначно так, потому что мы встречаем, провожаем, связаны с какими-то праздниками лучше, чем все другие страны, это точно. Ну и плюс мы всегда идем на помощи нуждающимся, кому нужно. И низкий вам поклон за то, что вы делали в течение этого года, потому что помимо коронавируса еще других много было, ряд вопросов. И вы всегда шли там, где сложно, там, где непросто, и помогали. Самым активным волонтером, а таких оказалось 15 человек, депутат Александр Легков вручил благодарственные письма Московской областной думы. После церемонии вручения участники приема сделали общий снимок на память. Новую площадку проекта «Точка роста» откроют на базе школы номер 4 уже в этом году. Депутат Московской областной думы Сергей Двойных и глава Красноармейской Александр Федоров встретились с директором школы, чтобы обсудить детали проекта. Новую площадку «Точка роста» откроют на базе школы номер 4 в этом году. Депутат Московской областной думы Сергей Двойных, глава Красноармейской Александр Федоров и начальник отдела образования Лариса Лазарева встретились с коллективом школы, чтобы осмотреть помещение для реализации проекта. «Чем это помещение для химии выгодно? Есть вода, и, ну, по этой вентиляции мы собираемся, подходит, запасывается, потому что здесь эта химия невозможна. Поэтому хотелось бы тоже здесь. Мы оставим клитку, это наша клитка, мы не учили ее в работе, мы хотим здесь делать красивые фарбки, там, где будет вода». Надо отметить, что это проект, в котором участвуют все три уровня финансирования, это федеральные, региональные и муниципальные бюджеты, преобладающая доля здесь, безусловно, федерального бюджета, за что, конечно, большое спасибо нашим федеральным коллегам за то, что такой проект был создан, и даже в небольших городах, в небольших населенных пунктах есть возможность открывать такие точки роста. И более того, за предыдущие годы они уже показали свою эффективность, то, что большое количество людей приходят, интересуются, открывают для себя что-то новое. Поэтому сегодня мы посмотрели какие помещения здесь будут задействованы, какие классы. В ближайшее время будут составлены сметы, и в этом году мы должны будем эту точку роста здесь открыть по тем потребностям, по тем запросам, которые есть у наших жителей. Первый городской центр «Точка роста» открылся в сентябре 2020 года на базе школы номер 2. Площадка работает по направлениям технологии, информатика и основы безопасности жизнедеятельности, а также включает в себя другие факультативы. Планируется, что образовательная площадка в четвертой школе будет направлена на работу по физике, биологии и химии. Как показала практика, на базе этой точки роста уже были подготовлены дети, которые участвовали в региональной олимпиаде по основам безопасности и заняли призовые места. Но наша задача ее максимально развивать и двигаться дальше. Будем надеяться открыть этой точке с привлечением, как уже отметил наш депутат Мособулдумы позволит создать тот плацдарм, который позволит нашим детям развиваться и в других направлениях. Точка роста создана в рамках федерального проекта современной школы национального проекта образования. С помощью нее обновлена материально-техническая база школ и создано уже более двух тысяч образовательных площадок в 50 субъектах страны. Школьники могут посещать их бесплатно и изучать робототехнику, VR-технологии, 3D-моделирование и другие дисциплины. В городской картинной галерее проходит выставка художника Анастасии Удовой. Представленные картины понравятся и детям, и взрослым. Недавно воспитанники детского сада «Белочка» посетили выставку, а также посмотрели театральное представление в детской библиотеке. Сотрудники городской библиотеки показали воспитанникам детского сада «Белочка» спектакль-сказку Александра Пушкина о рыбаке и рыбке. Спектакль приурочен ко дню памяти поэта. Испугался от рыбачей 30 лет и 3 года и не слыхал, чтобы рыба говорила. На следующей неделе опять пойдет либо детский сад «Белочка», либо «Родничок», потому что еще не все группы посмотрели эту сказку. А детям очень нравится и главные воспитательницы нас очень благодарят, потому что им тоже нравится. Они давно у нас не были из-за карантина, и поэтому и мы рады, что они к нам приходят, и они очень рады. В библиотеке регулярно проходят различные мероприятия, мастер-классы, детские чтения, спектакли. Весной будет «Библионочь», и в рамках проекта пройдет «Театр теней». Также на минувшей неделе дети увидели выставку работ художника Анастасии Удовой, которая сейчас открыта в картинной галерее. Анастасия Удова – член живописной секции подмосковного отделения Союза художников России. Ее основные виды творчества – живописи «Гобелин». Анастасия участвует в московских, российских и международных выставках и фестивалях. Основой экспозиции в Красноармейске составили морские пейзажи и гавани России. Накануне Дня защитника Отечества ученики школы-интерната встретились с ветеранами афганской войны. Ветераны рассказали им о войне и дали жизненное напутствие молодому поколению. В преддверии праздника Дня защитника Отечества ученики школы-интернат встретились с ветеранами войны и участниками Московского областного отделения «Общество и боевое братство». Ветераны рассказали детям о войне и дали жизненное напутствие младшему поколению. Я подполковник в отставке и в Афганистан я уже поехал майором подполковник, походу там получил. Я замкомандир инженера-заперного полка был там в Афганистане. Ну, хотелось бы сказать вообще пару слов о том, что такое война. Это смешение всего святого и всего самого гнусного, что есть в истории человечества. Война – это жуткое дело. И война в Афганистане ничем не отличалась от всех предыдущих, которых были тысячи за время существования человеческого общества. Воспитанники школы подарили гостям поздравления с Днем защитника Отечества, а ветераны исполнили свои любимые песни о войне. Я вспоминаю утренний Кабу, его прохладу и его контрасты, и вновь шепчу я сквозь разлуку здравствуй, прости, что на попой твой по-зеленому Афганистан болит моей душе, мне слышатся беззонными ночами стихи поэта в гневе и печали, и выстрелы на дальнюю пороге. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на сайт tv.krasno.ru, скачивайте мобильное приложение Красно.Лайв, и вы всегда будете в курсе городской жизни. ,